Продолжаем. В Бразилии сторонники проигравшего президента на выборах устроили погромы. Несогласные с проигрышем бывшего главы государства, Жаира Болсонару взяли штурмом Нацконгресс, Верховный суд и резиденцию президента. К этому часу полиция уже освободила захваченные протестующими здания. Арестованы около 400 человек. В стране введен режим ЧС. Многие страны назвали случившееся подрывом демократии. Другие же усмотрели в этом повторение сценария 6 января в США. Когда сторонники Трампа захватили Капитолий. Подробнее у моей коллеги Анары Сюмбаевой. Демократия по-американски в Бразилии началась с мирного шествия. Но затем, словно по команде, все превратилось в едва ли не точный сценарий событий двугодичной давности в США. Сейчас Национальный конгресс, президентский дворец и Верховный суд страны выглядят вот так. Выбитые окна, перевернутые столы, повсюду обломки. Все это за считанные часы учинили сторонники проигравшего президента. В данном случае Болсонару. Остановить разъяренную результатами выборов толпу было просто некому. В руках у блюстителей порядка оказались лишь газовые баллончики. Никто из погромщиков особо не скрывался, лиц не закрывали, выкрикивали лозунги, называя избранного президента вором. Самого Лулы Досилва, инаугурация которого прошла в первый день Нового года, в столице не было. Он был в штате Сан-Паулу, где осматривал районы, пострадавшие от наводнений. Беспредельщиков он назвал фанатичными фашистами и пообещал, что всех накажут по закону. Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов. В истории страны нет прецедента тому, что они сделали сегодня. За это они должны быть наказаны. И мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в столицу. И все они заплатят по закону. Уже через три часа полиция сменила газовые баллончики на слезоточивый газ и прислала подкрепление вплоть до вертолетов. Арестованы 400 человек, их забирали автобусами, но аресты продолжаются. За попытку госпереворота им грозит до 12 лет тюрьмы. В числе подозреваемых и губернатор столицы Бразилия. За бездействие Ибани Сароша отстранили от должности. Президент ввел режим ЧС. Подчеркну, речь не идет о нарушениях избирательного процесса. Это терроризм, это переворот. И мы уверены, что подавляющее большинство, если не все, бразильцы не хотят, чтобы этот тип призрака тьмы внедрялся в бразильскую жизнь. Кадры погромщиков, бегающих по крыше национального конгресса, облетели уже все СМИ. Мировое сообщество усмотрело в этом самый настоящий подрыв демократии. И проявило редкое единство. Пожалуй, впервые Николас Мадуро и Джо Байден были солидарны друг с другом. Эксперты же говорят, что произошедший своего рода экзамен для новых властей Бразилии, поскольку страна расколота. Сам же экс-президент Жаир Болсонаро сразу после поражения на выборах уехал из страны. Происходящее он никак не прокомментировал. Анар Сумбаева, Astana Times.